Внимание! Программа «Сохраняйте чек» не направлена на рекламирование товаров и услуг. Участие рекламодателей исключено. Цель программы – повышение уровня покупательской и потребительской грамотности граждан. Здравствуйте! В эфире полезно-потребительская программа «Сохраняйте чек». Я Михаил Губернаторов. Ваш гид в мире правильных покупок. Сегодня у нас сочный выпуск. Сегодня я сохранил чек на всеми любимый товар. О его пользе и вкусе знали еще 4000 лет назад. Еще древние египтяне клали кусочки этого продукта в гробницу к фараонам. Считалось, что даже в загробной жизни без него не обойтись. Он настолько популярен, что в городе Херсон ему даже памятник поставили. Заинтригованы? Не буду вас долго мучить. Сегодня поговорим о арбузах. Мы начинаем. Сегодня выясним, откуда появилось слово «арбуз» и почему он красный, где продаются лучшие из лучших и все ли они полезны, как определить качественный продукт и какой на 100 поставить не стыдно. Круглые, квадратные, гигантские карликовые, красные, желтые, оранжевые и даже черные – все это об арбузах. Такое ощущение, что мы все знаем об этом продукте, но на самом деле он не так прост, как кажется. И сегодня выясним, почему. Вопреки популярному суждению, полосатые лакомства совсем не фрукт, это ягода, а точнее пепапинониум или многосеменная сочная тыква. Его родиной считается пустыня Калахари в Южной Америке. Русское название «арбуз» получил от циркского слова «хюрбаза». В переводе оно означает «дыня», а буквальное значение этого слова – «огромный огурец» или «огурец с величиной сосла». На Руси свежих арбузов никогда не знали, употребляли их только вымоченными. Так было вплоть до конца 19 века. Сегодня стойка со свежими арбузами имеется в каждом магазине и даже на каждом перекрестке. Так что выбор впечатляет. Как самарцы находят хороший продукт, спросим у них. Ну, сладкий, естественно, хороший, чем не сладкий. Постучать по нему, если он это самое смое. Ну, смотри, чтобы не было нигде вмятин, петин, но все равно не получается. Если я иду за арбузом, кого-нибудь беру с помощью обязательно. Маленькое пятнышко – это мужского пола. А если она широкая, так, побольше, это женского пола. Вот. И желательно женского пола, она как бы качественней, сочетней. У него должен быть сухой костик, насколько мне известно, и сильно выделены полосы зеленые. Ну, а как же не отличается? Он сладкий, во-первых. А если он не сладкий, значит, он арбуз уже другой. Уникальность арбуза еще в том, что среди прочих ягод своего вида он красный. Этот цвет ему придает вещество ликопин. Оно снижает риск уничтожения экологических забелеваний, замедляет старение и даже может спасти от бесплодия. Но вот зачастую вместе с пользой мы съедаем и немало вредных веществ. Так как и арбузы по-настоящему полезные, вкусные, и главное, где их искать? Сегодня выясним. Для этого купим три разных арбуза в трех разных торговых точках. В уличном ларьке, в обычном магазине и крупном торговом центре. Каждый образец отнесем на экспертизу в лабораторию и испытаем своими силами. В завершении программы узнаем, кто сочетает в себе и пользу, и качество. На сегодняшний день существует более 1200 сортов арбузов, которые выращивают в 96 странах мира. Лидером производства является Китай, на втором месте Турция. Россия занимает почетное седьмое место. В южных широтах страны выращивают ежегодно 1 миллион тонн арбузов. Помимо вкусовых достоинств, он обладает и массой полезных веществ. Употребляя созревшие ягоды в течение месяца, можно вывести из организма шлаки, токсины, снизить вес и улучшить пищеварительную систему. Арбузы Бытует мнение, что арбузы бывают двух видов – девочки и мальчики. И якобы определить их можно по количеству полосок, форме или по плодоножке. Якобы девочки вкуснее. На самом деле это все суеверие и верить им не стоит. На одном цветке арбуза имеются как женские, так и мужские семена. И по факту плоды дают именно последние. Так что по сути все арбузы девочки. А вот на что действительно стоит обратить внимание при покупке, сейчас и узнаем в наших субъективных тестах. Внимание! Программа «Сохраняйте чек» не направлена на рекламирование товаров и услуг. Участие рекламодателей исключено. Цель программы – повышение уровня покупательской и потребительской грамотности граждан. Оценив внешний вид наших участников. У хорошего спелого арбуза корка должна блестеть. В противном случае он явно перележал на складе. Здесь у всех участников хорошие показатели и каждый получает по баллу. Идем дальше. Посмотрим на то место, которым арбуз лежал на земле. Бледно-желтый – однотонный оттенок – признак зрелого продукта. А вот полосатый – слишком раннего. Здесь побеждают второй и третий участники. А вот арбуз, купленный с улицы, с заданием не справился. Теперь наконец-то разрежем каждого испытуемого и посмотрим на срез. У плохого арбуза поверхность среза гладкая, глянцевая. А у хорошего – искрится крупинками. С этим испытанием также справился только арбуз, купленный в уличной палатке. Посмотрим на волокна, которые идут в мякоти от середины корочки. Если они не белые, а желтые, продукт прошел химическую обработку. Он, конечно, вкусный, но стоит ли себя так травить? Здесь только арбуз, купленный в обычном магазине, не справился с заданием. Тогда как два остальных участника зарабатывают по баллу. Теперь разотрем кусочек арбузной мякоти в стакане. Если он хороший, вода просто помутнеет. А если она покраснела или порозовела, без некачественных удобрений не обошлось. С этим заданием справились все три участника, и каждый зарабатывает по баллу. Также обратите внимание на плодоножку. Сухая – значит продукт долго лежал на складе, и свежим его уже не назовешь. Да и вообще старайтесь приобретать арбузы ближе к сентябрю. Ранние ягоды – жертвы фосфорных удобрений. Они и менее вкусные, и пользы вашему организму никакой не принесут. Арбуз интересен еще и тем, что это абсолютно безотходный продукт. Мякоть вкусна сама по себе, и с корок можно сделать неплохое варенье и даже засолить. А семечки прекрасны для жарки. Но главное – не увлечься. Если приобрести некачественный продукт, можно получить отравление нитратами. Это вещества, которые нерадивые фермеры используют, чтобы продукт выглядел более зрелым. Обычно нитраты и так присутствуют в организме человека, но переизбыток может привести на больничную койку. Насколько опасными могут оказаться наши конкурсанты – узнаем у специалистов. В лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения были сданы три пробы бахчевых культурами на арбузы. По результатам лабораторных испытаний данные образцы соответствуют требованиям таможенного союза. На самарских прилавках имеется несколько сортов арбузов. Это астраханские, волгоградские, краснодарские, чемкенские и ташкентские. Каждый из них проходит тщательный отбор еще на фермах. А затем своеобразный кастинг уже на месте продажи. В среднем 20% арбузов так и не доходит до потребителя. В этой торговой палатке Архан уже три года торгует первосортными арбузами. Он точно знает, каким должен быть и внешний вид, и вкус хорошего товара. Его попросим попробовать. Каждого из наших участников и выбрать лучшего. Да, я вообще обожаю. Я каждый день почти ею арбузу. Это полезно, да, вообще полезно это выглядит. Короче, сладкая, но не очень, не сахарная, скажем так. И видите, тут розовый, да? Это значит не спелая, вообще не заслезает. Вот этот тоже сладкий, но не очень. А вот, вот это прям арбуза. Сладкий, красный и ваши спелые даже тут. Никакой, сколько нормальный. Короче, это самый хороший. Номер три. В сладной таблице показаны результаты всех испытаний. Участники достойно боролись, но в лидеры выбился лишь один. На этой неделе победителем стал арбуз, купленный в торговом центре. Поздравляем победителя. В Японии популярны черные арбузы дзенсуки. Выращивают их исключительно на острове Хоккайдо в ограниченном количестве и только в качестве подарков. Первый экземпляр был продан за 6 тысяч долларов. Наши арбузы в десятки раз дешевле, но не менее вкусные. Так что покупайте пока сезон. Но не забывайте сохранять чек, чтобы было что тестировать. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok